Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. На 12,5 миллионов тенге госорганы области завысили цены на сайте госзакупок. Одни в три раза увеличили стоимость квадрокоптера, другие в качестве служебного выбрали автомобиль семейного типа с низкой посадкой. В департаменте по делам госслужбы усомнились в целесообразности таких покупок. Об итогах работы ведомства рассказывает Ольга Файзулина. Семь объявлений о закупках госорганов отменили. Специалисты департамента по делам госслужбы заинтересовались покупкой бензина, медикаментов, моторного масла, грузового автомобиля. Их стоимость была явно завышена. Например, для лесхоза Мамлюцкого района намеревались приобрести квадрокоптер в три раза дороже рыночной цены. А главврач центральной больницы района Макжана-Жумабаева в качестве служебного выбрал автомобиль семейного типа за 6,5 миллионов тенге. Параметры мы посмотрели. Это получилось у нас Kia Currency. Семь мест, комфортабельные, с низким клиренсом. То есть дорожный просвет очень низкий. Для района он крайне неудобный. Тем не менее, планировалось такой автомобиль закупить. Мы написали письмо, этот вот они убрали. Нарушил закон и сотрудник отдела образования района Макжана-Жумабаева. Во время повышения квалификации в прошлом году он уехал за границу. Этот факт вскрылся только недавно. Теперь средства, выделенные на обучение, вычтут из зарплаты, а сертификат аннулируют. В этом году в департамент поступило порядка 50 жалоб на некорректное поведение госслужащих. На основании обращений граждан в дисциплинарной ответственности увеличено 14 государственных служащих. Два человека было уволено. Совместно с местной полицейской службой проведены рейдовые мероприятия по выявлению фактов использования госслужащими служебного транспорта в личных целях. Всего с начала года выявлено два факта нарушения. Выявлены нарушения в 23 организациях. По итогам проверок сотрудники департамента направили им рекомендации для устранения. Кстати, анализ работы госорганов проводится выборочно. Сейчас на контроле ведомства отдел земельных отношений из Лжарского района, управление здравоохранением, больницы, поликлиники. С предложениями и замечаниями по работе этих организаций можно обратиться в департамент по делам госслужбы. Ольга Файзулина, Жулцбекер Муканов, Новости МТРК.